Привет, друзья и гости канала! Сегодня в этом видео я покажу вам, как я делаю ручки на кашпо из ротанга. Ручки начинаю плести, когда основное плетение уже практически завершено, а отверстия под ручки делаем заранее вместе с остальными отверстиями. В кашпо на 12 литров ручки я делаю через 5 стоек, на 20 литров через 7 стоек. Отверстия под ручки делаем выше на 1 см, чем отверстия под стойки. Таким образом они не мешают в дальнейшем плести кашпо и их незаметно. И смотрится это очень аккуратно. Ручки в бортике ведра я никогда не делаю, зачастую происходит так, что они часто обламываются. Что касается размера ручек, здесь кому как нравится, я предпочитаю небольшие аккуратные ручки. На небольших кашпо до 12 литров ручки я делаю в 3 сложения, больше 12 литров в 5 сложений. Количество сложений должно быть нечетное. Итак, берем ротанг и отмеряем на нем длину нашей ручки 3 раза. У меня длина ручки 26 см. Но первый отрезок мы отмеряем больше на 4 см, то есть 30, 26 и 26. Далее на этой же ленте отмеряем ротанг для обмотки ручки. Это будет примерно 4-х кратное число длины нашей ручки, то есть 26 умноженное на 4. Для удобства на ленте ротанга на отметинах делаем заломы. Продеваем отрезок ротанга в первое отверстие до третьего сгиба. Затем во второе отверстие до второго сгиба и обратно в первое отверстие до первого сгиба. Смотрим, чтобы наши отметки совпали и возвращаем их на место. Чтобы конец ленты не мешал мне работать, я временно заправляю его в отверстие. Далее разворачиваем ленту так, чтобы изнаночная часть ленты совпадала с изнаночной частью. Точно так же, как у меня на видео. Еще раз проверяем, чтобы ничего не сдвинулось и начинаем обмотку. Обматывать не надо сильно плотно к краю ведра, иначе потом неудобно будет доплетать кашпо. Обматывая вторую ручку, я делаю точно такое же количество витков, как и на первой ручке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чтобы зафиксировать ленту, делаем оборот вокруг внутренней одиночной части ручки. Хорошенько затягиваем и кончик прячем вот сюда. Если ротанг жесткий, достаточно заправить конец ротанга в отверстие, он хорошо держится. Но если у вас такой же мягкий, как у меня, то нужно обязательно завязать узелок. Такое кашпо можно уверенно и легко переносить с места на место и не бояться, что у нас оторвутся ручки. При таком способе плетения ручки не только красивы, но и практичны. На этом я с вами прощаюсь. И по традиции желаю вам всего только доброго и светлого. Жду вас вновь на своем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова